Сегодня в нашей программе Лес рубят, щепки летят Они летят в нужное русло, в нужное место для того, чтобы наши люди хорошо себя чувствовали в домах наших стеклов Наша главная задача максимально выбрать ресурс который дает нам лес Отходы, от которых становится тепло Топимся мы на местном виде топлива Производительность хорошая Направление нужное Тем более это отражено в директиве номер 3 президента Республики Беларусь Экономия, бережливость Гомельская область Самая лесистая в Беларуси Около половины ее площадей занимают леса Главное достояние и богатство нашей страны Лес кормит, лес лечит, лес греет Говорят в народе Это подтверждают и в гомельском опытном лесхозе Который по итогам 2019 года стал лучшим в республике Ежегодно в питомнике, которому присвоено звание образцового Выращивают до 6 миллионов сеянцев В прошлом году на территории лесхоза засажено 1370 гектаров Заготовлено 455 тысяч кубометров древесины Наша основная задача как лесоводов Обеспечить максимальный выход этой древесины Которая идет при заготовке леса Деловая древесина, чтобы пошла в переработку на доску И в дальнейшую глубокую переработку А вся древяная древесина и порубочные остатки Пошли на отопленную щепу Чтобы эта щепа пошла на отопление наших домов И несло тепло в наши дома, нашим людям В течение месяца мы заготавливаем примерно около 3,5 тысяч метров кубических Древесины в общем количестве Так как с рубок промпользования, санитарно-сплошных рубок Рубок главного пользования Вся древесина востребована, идет по назначению Ни один куб не остается в лесу и не пропадает Наша главная задача максимально выбрать ресурс, который дает нам лес То есть это будет и пиловочник, и техсырье, и дрова И даже та щепочка, веточка, которая раньше уходила куда-то, скажем так, сгорала На сегодняшний день мы ее перерабатываем в щепу Как лесоводы мы должны восполнить то, что мы взяли с леса Чтобы в дальнейшем лес рос, радовал нас, радовал всех людей нашей страны И наших детей и внуков Рациональное и эффективное использование даров природы Главный ориентир лесного хозяйства Лесоводы не только активно восстанавливают зеленый ресурс Но и вносят серьезный вклад в экономику страны Сегодня взят курс на реализацию проектов безотходного деревообрабатывающего производства Продукция которого востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом В частности, в странах Прибалтики и Западной Европы Очень большое внимание в Гомельском лесхозе Уделяется модернизации деревообрабатывающего цеха За последние три года в лесхозе установлена новая линия лесопиления Которая позволила пилить лес диаметром до 32 сантиметров Установлены сушильные камеры Которая также позволяет нам получать продукцию с высшей добавленной стоимостью Очень мощно приобретена рубительная машина Что позволяет нам также увеличить объем производства щипы И, соответственно, перерабатывать весь наш невостребованный остаток древесины Качественно и эффективно переработать сырье И выгодно продать – актуальная задача для лесхозов 2020 год в этом плане можно назвать прорывным Только на Гомельщине этой осенью введены в эксплуатацию Два пилетных производства по изготовлению топливных гранул В Мозоре и Житковичах Появилась возможность получать дополнительную экспортную выручку География экспорта сегодня разнообразная Мы уже работаем несколько месяцев, как и все лесхозы, гомельщины С Китайской республикой Мы продукцию поставляем Польша, Голландия, Германия, Латвия, Великобритания То есть продукция, выпускаемая на нашем предприятии, востребована Отвечает качеству международным стандартам Наши леса прошли международную сертификацию ФСИ Продукция пилетного производства СБП Получили мы сертификат Поэтому ориентируемся на экспорт Но не ущерб поставке продукции, пиления, лесозаготовки, круглого материала Местным предприятиям, которые подчас важнее, чем даже на экспорт Мы должны обеспечить Основная задача наша – это переработать нашу низкосортную древесину То есть это дрова, которые остаются у нас невостребованными после обеспечения внутреннего рынка То есть населения, организации жилищно-коммунального хозяйства То есть чтобы ни один кубический метр древесины, ни одна щепка не осталась нами неохваченной Полный цикл переработки древесины получается То есть от заготовки и до получения конечного продукта Было вложено много инвестиций, порядка 36 миллионов рублей По итогу в год мы планируем получать около 55 тысяч тонн пилет В настоящее время такой же завод планируется уже нами построить в 2021 году в Гомельском опытном лесхозе Билеты – один из самых востребованных источников энергии в странах Европы Где уходят от ископаемых видов топлива Сегодня на международном рынке спрос на новую экологическую чистую топливную энергию превышает предложение По подсчетам специалистов, при сжигании одной тонны древесных гранул Выделяется столько же энергии, сколько можно получить от 5 кубометров дров 480 кубометров газа или 440 литров мазута Мы понимаем, что Европа взяла направление все-таки уменьшения потребления углеводородов Топливные пилеты – это сырье, это биосырье, это биомасса, возобновляемые источники Я считаю, что мы делаем все правильно Уже те производства, которые у нас уже созданы, они рентабельны Никаких вопросов не будет тут с окупаемостью Мы в этом направлении движемся К слову, в Беларуси уже работают 6 пилетных заводов И еще столько же будет построено в следующем году Один из них в Гомельском районе В 2021 году мы будем строить пилетный завод И этим самым мы закроем полностью цикл Ничего не останется непереработанное Значит, щепой мы обеспечиваем полностью наш внутренний рынок ЖКХ Дровами полностью обеспечиваем два района Гомельский и Добрушский Население само собой обеспечивается Ну а продукт переработки щепа, она, скажем так, частично идет еще на экспорт Это дополнительная наша валютная выручка Лесоводы всегда подчеркивают, в приоритете отечественный потребитель Тенденция такова Твердотопливные котлы сегодня вытесняют газовые По принципу, все новое – это хорошо забытое старое Только за последние три года Гомельская область увеличила использование возобновляемого топлива почти в два раза На сегодняшний день одной из задач, которая стоит перед отраслью жилищно-коммунального хозяйства В части касаемой теплоснабжения является переход на местные виды топлива То есть уход от импортированного топлива газа и использования собственного сырья На сегодняшний день почти 48% котельных теплоисточников работает на местных видах топлива Это дрова, щепа И одним из новых направлений является использование пилетного топлива Пилетное топливо у нас используется на котельных малой мощности Это позволяет автоматизировать полностью процессы горения Полностью автоматизировать работу котельных, уйти от тяжелого физического труда Строительство пилетных котельных удовольствие не из дешевых Однако на сегодняшний день в Гомельской области уже функционируют более 10 котельных на топливных экогранулах Это в областном центре, Мозорском, Петриковском, Светлогорском и Ветковском районах Перспективы, конечно, у этого топлива есть Довольно интересное оборудование используют его В дальнейшем также будем планировать использовать данное топливо Снижение затрат в отопительный период – одна из актуальных задач Которые решаются в нашей стране путем расширения использования местных видов топлива Ставка делается на местные ресурсы, в том числе низкопробную древесину, щепу, пеллеты, торф Которые превращаются в один из самых экономичных видов местного топлива И главное всего этого у нас в достатке, буквально под ногами Топимся мы на местном виде топлива, производительность хорошая Рудни Моримонова круглогодично получают горячую воду Зимой отапливается полностью вся деревня, частично Только там домики совхозные, может какие-то, они на своих, у них свои котлы стоят А так мы полностью отапливаем всю деревню Жителей около тысячи, а еще ФАПы, и у нас почта, и детские сады, и школы Уже, наверное, лет 6-7, наверное, уже как перешли на местные виды топлива Предыдущее было здесь на Мазуте было, это более дороже было, это более дешевле и лучше По данным Департамента по энергоэффективности госстандарта В котельных ЖКХ с автоматизированной подачей деревесного топлива Себестоимость тепловой энергии сопоставима с котельными, которые используют природный газ А в отдельных случаях выгода составляет 20-30% Если учесть, что тепловая энергия – это самая дорогостоящая коммунальная услуга Экономия получается ощутимая Из-за газ мы рассчитываемся на сегодняшний день в валюте И у нас тысяча кубов газа на сегодняшний день стоит 168 долларов Себестоимость нашей щепы, которую мы сами производим У нас есть чемодробильная машина 9 рублей за куб И плюс мы не используем валюту На балансе Гомельского райжелкомхоза 54 котельные Половина из них уже переведена на местные виды топлива Среди них энергоемкая котельная в поселке Зябровка Которая была построена в 2016 году буквально с нуля по проекту Всемирного банка В результате одна экономичная котельная на местных видах топлива Мощностью 8 мегаватт Заменила ранее существующие здесь устаревшие две котельные мощностью 15 мегаватт Сегодня она обеспечивает теплом и горячей водой 29 жилых домов, детсад, школу, объекты соцкультбыта Тормологично используем только щепу Те газовые котлы 2, которые у нас здесь на котельной присутствуют Они у нас и на пиковые нагрузки не включались Газа сжигала предыдущая котельная 2 миллиона 500 тысяч кубов в год в отопительный период Данная котельная у нас в эксплуатации 4 года Мы еще газовые котлы не запускали То есть это прямая экономия И возмещение составляет, как я уже говорил, 650 тысяч белорусских рублей за отопительный сезон То есть она, конечно, за 4 года сэкономила голубое топливо, которое покупается за валюту Для работы котельных в отопительный сезон коммунальные службы района заготовили необходимый объем щепы В целях удешевления сырья стараются делать это собственными силами Тем временем не останавливается процесс и по модернизации теплоисточников У нас в этом году разрабатываются две проектно-смертные документации Это населенный пункт Большевик, котельная 5 мегаватт И вторая это Березки, котельная 8 мегаватт Соответственно, возмещение на более мощной котельной это 1900 кубов и 650 тысяч белорусских рублей И по большевику котельная, которая 5 мегаватт, а меньше, там будет 900 кубов и 360 тысяч рублей Направление нужное, тем более это отражено в директиве номер 3 президента Республики Беларусь Экономия, бережливость И я думаю, что и в дальнейшем ежегодно будет включаться модернизация котельных в перспективное планирование Что поможет нам обеспечить экономию и благонадежность наших котельных По информации Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов В ближайшие три года на Гомельщине планируется модернизировать 10 котельных по очередному займу Всемирного банка Суммарной мощностью 56 мегаватт на местных видах топлива А значит, возобновляемому топливу дан зеленый свет И это прежде всего энергобезопасность региона Главное понимать, что рачительный хозяйский подход как к производству, так и к потреблению тепла зависит от каждого из нас Субтитры создавал DimaTorzok